На библейский портал экзагет пришел следующий вопрос. Правда ли, что самый легкий путь ко спасению состоит в том, чтобы не осуждать других? Вопрос легкий и ответ на него тоже достаточно легкий. Сам Господь в Священном Писании говорит нам известные слова, которые знают даже те люди, которые, может быть, даже и совсем не открывали Священное Писание и не читали Новый Завет. Но если ты начнешь эту фразу известную, то он с удовольствием продолжит. Если ты скажешь «не судите», «да не судимы будете», будет ответ от практически любого человека, который считает себя культурным и хоть сколько-нибудь ориентируется в словесности русской и мировой вообще. Это, может быть, одно из самых известных изречений из Нового Завета. «Ибо, — говорит далее Господь, — каким судом вы судите, таким и вас тоже будут судить». По-моему, здесь все очень ясно и понятно сказано. Самый легкий путь ко спасению состоит в том, что мы не судим других. Это верно, потому что каждого человека после его смерти ждет суд. Есть суд частный. Есть суд человека, который уходит из жизни естественным путем. Мир остается прежним, родственниками остаются жить на земле здесь, а человек этот уходит и совершается над ним частный суд. Частный суд именно над этим человеком. Он не называется страшным судом, потому что это не окончательный еще суд. Но место человека уже определяется. Определяется в соответствии с его поступками, определяется в соответствии с его выбором, с его жизнью, с его верой. Этот частный суд в том числе произносится и по результатам того, судил ли человек кого-нибудь или нет. Мы верим Богу, мы верим Господу и всему тому, что написано в Священном Писании. А в Священном Писании, как я уже сказал, это место одно из самых известных. Не судите, да не судимы будете. Отменяет ли это суд вообще Божий над человеком? В чем состоит суд, собственно говоря? Суд состоит и в определении того, что человек делал, в степени греховности и виновности этого человека, и, конечно, в приговоре. И вот это самое последнее Господь отменяет. Приговора не будет в том случае, если мы сами не выносили приговор другим людям. А приговор этот у нас довольно страшный бывает. Часто приходится слышать от людей, даже и неверующих сегодня. И это очень часто и, к сожалению, распространено очень где-нибудь в интернете. Вы часто можете видеть, как один человек пишет в горячах другому «Гори в аду». Что это такое, как не самое страшное осуждение? Если один человек говорит другому такие страшные слова, то он фактически предвосхищает суд Божий. В этом и состоит тяжесть этого преступления. Мы судим прежде, чем Бог осудил человека. Мы судим тогда, когда, возможно, человек этот уже раскаялся. И очень возможно, что раскаялся так, как и мы не можем в своих грехах раскаяться. Бог его уже простил. А если Бог простил человека, то этого греха и нет уже. Бог совершенно изглаждает этот грех из мировой гармонии. Он приводит ее в прежнее состояние. Приводит человека в гармонию с Богом, с Церковью, с миром Богом созданным. Таким образом человек вернулся в свое прежнее состояние. Мы верим в это. Человек раскаялся, а мы осуждаем, не зная его покаяния. Фактически мы совершаем два греха. Один грех — это предвосхищаем суд Божий, и прерогативы Божии воруем у него. А второй грех — это то, что мы клевещим на человека. Он уже не тот. Он уже изменился. Покаяние, метаноя — это перемена, это изменение человека. Он стал другим. А мы говорим, он плохой, гори в аду. Хотя он уже не тот человек, который должен был бы быть судим судом Божиим. Таким образом, вот эти два греха, клевета на человека и предвосхищение суда Божиего дают нам ужасный результат. Мы сами, когда придем на суд Божий, мы вполне испытаем последствия вот этого своего суда. Сам Бог будет нас судить. И Бог будет нас судить строго по тому, как и в какой степени мы судили других людей. Не дай никому, Бог, испытать вот это. И наоборот, дай Бог каждому никого не судить и не осуждать брата моего, якоб благословен Господь наш по веки веков. Аминь. Так мы молимся, когда совершаются молитвы Ефрема Сирина, преподобного, во время Великого Поста. И эта молитва наполняет нас, конечно, духом сокрушения, в первую очередь, относительно нас самих. А сокрушаться от других не нужно. Бог милостив и покаяния приемлет и изглаждает совершенно грехи людей, искренне кающихся. А мы должны лишь обращаться к самим себе и, конечно, не осуждать брата нашего.